Девушки отдыхают 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 Красота-то какая! Ночь стояла весенняя, тёплая и тёмная-тёмная. Луна за облаком спряталась. Но звёзды были такие яркие, какие в городе никогда не увидать. В соседних домах огоньки в окнах мерцают. Редкие и рыжие. Ветер в еле в шуме, то баюкивает. Отлевло у мужика от сердца. Стало на ночное небо глядеть. Да, мечтать, как он новый дом построит. Семьёй своей тут заживёт. И каждую ночь такую красоту наблюдать будет. Вдруг видит. Мимо единственного фонаря промелькнуло что-то. Кошка не кошка. Собака не собака. Крадётся в тени, как вор. И пыхтит, как паровоз. Никак не мог мужик странного зверя разглядеть. Только слышит, как кто-то по грязи ногами шлёпает. И всё ближе к дому его подбирается. Запрыгнул мужик в машину. Включил фары. Да так и застыл с ключами в руке. Прислонившись к калитке, стоял не человек и не зверь какой. А гадость неописуемая. Ростом сваленок. Ручки, как веточки. А поза такой жирная, что до колен свисает. Вместо носа то ли хобот, то ли рыло. Кожа чёрная, как мазут. А рот от одного уха до другого тянется. И весь гнилыми зубами забит. Но страшнее всего у гадости глаза были. Век нет. Сосуды полупались. В мутных радужках, словно огонь деки пляшет. Но при том, настолько глаза эти человеческие были, что все мысли её гадкие сразу читались в них. И вот стоит гадость у калитки. Хоботом своим тяжело воздух втягивает. Словно храпит. Ртом поганым улыбается. А мужик с места сдвинуться не может от страха. «Куда же ты от меня уйти, решил кормилец?» Говорит гадость сиплым голосом. «Столько лет мы с тобой вместе были. А теперь что? Меня же кормить надо!» «Дымом, отравленным и напитками горячительными. Пятными, радужными и миазмами выхлопными. Излишествами многообразными. А главное, делами, назавтра отложенными, в которых ты большой мастер. Так что возвращайся в город немедленно. А не захочешь, так я тебе силой заставлю». Перешагнула гадость через калитку и направилась к мужику. С каждым шагом все больше становится. Пота масляным обливается и хрипит прокуренным голосом. «Возвращайся! Возвращайся!» Рванул мужик, что есть мочи. Да только гадость уже с машиной поравнялась. И такой огромной стала, что одной рукой ее держит играючи. «А не хочешь возвращаться? Так я тебя сожру и тобой обернусь!» Заревела гадость страшным голосом. «В дом твой войду в твоей шкуре. Никто подмены и не заметит. А как ночь наступит, так я и домочадцами твоими полакомлюсь». Глаза у гадости уже как колесо стали. Рот шире любого стекла. Крутит она машину, как игрушку. Потешается. Вдруг двери дома распахнулись, и оттуда, словно ураган, вылетел серый комок меха с изумрудными глазами. И начал гадость в клочу рвать, что есть мочи. Та ревет сотнями рингтонов, и десятками сигнализации вои, словно пластинка назад прокрученная. А зеленоглазый страху не показывает. Гадость все черным маслом покрылась. Ручищами бьет, что земля дрожит, а серый клубок поймать не может. Как барс по скалам скачет по гадости серый комок, и куски от нее отрывает. А та все меньше и меньше становится. Стала она снова меньше военка. Потом меньше крысы. А в конце и вовсе стала крохотной, как таракан. Выскочила за калитку и скрылась в темноте. Сидит мужик в машине, ни жив, ни мертв. И тот видит, что на капоте у него сидит кто-то. И на него глядит. То ли детеныш, то ли звереныш. Весь косматый, волосатый, с бородою полосатый. Домовой, одним словом. Смотри, мужик, какую гадость ты сам себе вырастил. Сколько лет ее на своем горбу таскал и не замечал даже. А я ведь старый уже. Еле выпроводил. Она почему за тобой пришла? Да потому, что ты ел и пил, не зная меры. И всю жизнь на завтра откладывал. Словно дни отложенные, потом воротить можно. Разленился. Вещами ненужными себя окружил. Да заперся в четырех стенах. Так день за днем тебя самого и становилось все меньше. А гадости в твоей жизни все больше. Она ведь за каждым волочится гадость-то. Кому не приглядеть, за всеми ее черный след стелется. Да только чтобы она своей жизнью зажила, надо свою собственную загубить. Сказал это домовой. Обернулся серым котом и был таков. Тут уж мужик не выдержал и упал на руль без памяти. Очнулся мужик на следующее утро и думает, что верно кошмар ему приснился вчера. Вышел из машины, а земля вокруг словно трактором перепахана. В лужах жижа черная, а перед калиткой серый кот сидит и глазом зеленым на мужика подглядывает. Понял мужик, что не сон это был. Обрадовался, что жив остался и давая кота наглаживать да колбаской накармливать. В тот же день мужик весь дом прибрал до чиста, воды с колодца дальнего натаскал и машину сам руками своими отмыл, чего отродясь не делал никогда. Устал да только здоровее стал. Ключ потом старику вернул и за совет поблагодарить не забыл. Дом тот мужик через пару дней выкупил, да только сносить его передумал. А гадость в большой город вернулась нового кормиться искать. КОНЕЦ